добрый день это свершилось выпустили серийный зеркальный кубик 4 на 4 я долго ждал этого момента почему-то так и казалось что это будет сэнксо коробочка техническая информация смотришь на карточку товара кажется что нет цвета нет просто такая головоломка одноцветные но цвет немножко есть вот здесь до этого конечно существовали магнитные кубики 4 на 4 зеркальные но это были модификации сбралась в основу какая-то четверка и на нее наклеиваюсь детальки сделаны на 3d принтере и получалось что-то здесь видимо инструкция как собрать 4 на 4 мир бокс я специально не собирал даже не перемешивал так вот поделал смотря что вращается хорошо и остановился решил это сделать прямо на видео я не покупал вот эти магнитные модификации у меня давно лежит пакетик вас такими детальками распечатаны на 3d принтере я хотел сделать такой кубик самостоятельно мне распечатали это бесплатно детальки и они были двух цветов их надо было красить клеить потом короче долго-долго мучиться что-то делать мне это было лень и потом решил спустя год или два кто не пролежали не делать ничего и подождать серийной модели и вот она появилась я сделал правильно напомню что зеркальный кубик это модификация кубика рубика 3 на 3 такая что нужно ориентироваться на форму они на цвета но собирается по тем же принципам они бывают разные вот такой же цинксо таком же цвете есть из цветного пластика возможно и выпустят вскоре такие четверки цветного но мне кажется будет менее интересно есть другого цвета есть магнитные серийные 3 на 3 выпускал компания ган с боксом очень удачная модель перламутровый но если там другие цвета хорошая трешечка но сегодня у нас 4 до 4 и что здесь сразу интересно почему версия с наклейками будет чуть сложнее да потому что направление штриховки будет иметь значение при сборке центров штриховка направленные должно быть видно на цветном пластике такого нет ну и давайте пробовать поначалу кажется что все очень хорошо и приятно ну будем надеяться что так будет и дальше по размеру но естественном побольше трешки ну и крупнее четверки для сравнения м джесси вот так миллиметров на 6 точно больше ребра но не так важно возможно при сборке будет что-то бликовать на камеру уж извините перемешиваем сначала крайне не разно собирал сейчас будет 1 он предполагает что это будет не так уж и сложно не знаю справились бы здесь магниты но если магнитная версия существует наверное как-то то все работает достаточно быстро все перемешивается и приходит вот в такой вид все блестит все красиво давайте пробовать собирать ну я тут какие-то приоритеты ставить на центр не буду вот здесь будет наверное уже интересно то что мы же не знаем какой высоты центры должны быть напротив а это уже весело можно было конечно посмотреть но сейчас разберемся вот два элемента стоят хорошо попробуем к ним еще что-то найти чтобы она довернулась так вот это подходит и тогда к нему еще один нужен вот эти два какие-то другие что я должна быть всего 4 пока поставлю его наверх и к нему вот этот не подойдет убедимся в этом этот выше он центр если что потом поменяем так а видимо вот это подойдет до получается берем две парочки и ставим рядом но видим что сразу штриховки не совпадают здесь горизонтально здесь вертикальные а значит ну вот эти два развернем для этого я беру один вот этот повернув сюда так вот этот кажется бог а это гораздо веселее чем я думаю так я собрал первый центр но неплохо и причем давайте выясним он не самый маленький я подозреваю что напротив самого маленького должен быть самый большой так обычно бывает в зеркальных кубиках самый тонкий самый толстый поэтому я сейчас соберу какие-то вот высокий определенно расставлю их как-то а потом ну из такого принципа поменяю местами так вот какие-то два и тут не так вот высокий а это еще выше так надо тот не ломать возьму его сбоку так высокий и вот высокий попробуем высокий объединить да вот это хорошо и вот здесь есть высокий сейчас самые высокие отправлю на противоположную грань собранный вот здесь высокий надеюсь они не отваливаются немножко ходит так вот этот высокий к нему еще один высокий вот самый высокий нашел все вот здесь так полоски нормально да ну естественно нужно уметь собирать обычный 4 на 4 чтобы потом собирать зеркальный вот центр самый высокий собрался вот теперь соберем самый низкий вот какой-то центр он так низко находится давайте убедимся что ниже всех эти его выше и сравним вот с этим да это самый низкий вот не вот этот первый центр собран и вот самый низкий собрался я их сейчас местами поменяю забрасываю вверх самого низкого и вторую его половинку так вот это наверное уже правильно самый высокий самый низкий и тут какой-то но осталось еще три каких-то давайте их просто соберем но как они там будут меж собой стоять разберемся позже так вот по высоте собрал но неправильно стриховка горизонтальная стриховка вертикальная пока места много не буду использовать всякие хитритые пермы просто руками поменяю нужно чтобы они бочком стояли так 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 вот получилось еще 4 я наверное да и совсем забыл что мне тут собранный центр лежала я что-то тут наверное сломал ну ладно потом мы наверное запомним что собрав самый маленький потом самый большой они в каком-то порядке должны друг за другом идти ну я один собрал другой сломал ну ничего страшного вот тут три есть один не тот сейчас мы это все починим вот вот еще раз просто по высоте пока собрал какие-то центры сейчас буду проверять что с ними так вот этот центр хорошо вот эти нет вот эти нет не вот эти нет ну есть такой нехитрый ход как сделать теперь но двумя слоями при этом поменяется местами вот эти два элемента ну и соответственно развернется штриховка давайте я так и сделаю ну чтобы заодно проверить что это здесь работает делаем пиф-паф я делаю двумя слоями у одним р штрих f rv2 u штрих r штрих u штрих r u r штрих р штрих можно не делать и стало хорошо здесь так либо так либо так будет пока неизвестно дальше ну развернем парочку здесь те же движения их плав r штрих f rv2 u штрих r штрих u штрих r u r штрих r штрих r штрих само делается так штриховка хорошая можно конечно на это было внимание не обращать ну давайте уж сразу хорошо сделаем ну и третий раз тоже самое можно заметить что кубик ну или если его можно так назвать вращается не шумно вполне комфортно и держать его достаточно удобно в итоге я собрал все центры и чуть сложнее чем обычно и пока еще не факт что это правильно можно собрать углы и посмотреть что это так но я не буду я соберу ребра каким то образом вот это ребра разные надо одинаковые поищем сначала те которые покрупнее можно делать по методу для начинающих можно просто замены вот и кстати пара есть пара есть я буду делать замены чтобы поменьше движений но при помощи обычного флипа тоже никто не запрещает так вот два ребра покрупнее вот эти вот похожи так поменяем на вот эти вот так три пара есть еще крупные какие то ну более менее какие то одни маленькие остались вот но это разные это разные длинные короткие вот два покрупнее к ним вот парочки найти вот такой вижу вот так вот соединим да не в ту сторону а двойным так да хорошо и вот этот еще вот с этим соединяем и заменяем на несобранные вот эту сторону так здесь вот две две несобранных здесь две собранных какие то собранные ну давайте остальные вот парочка поменяем их вот на эти так тут собрано три одно оставляем так вот это поменьше но я вижу вот такие вот в глаза бросились одинаковые их поменяем вот на это так здесь четыре собрано возьмем влево тогда здесь парочка еще есть так собрано собрано тут собрано нужно что то достать какой то вот такой объединим не подошли и хотя вот эти вот маленькие а маленькие подошли заменим вот на это так одно ребро второе ребро третье три ребра не собраны можно еще заменой посмотрим какие здесь эти не объединились а вторые вторые объединились заменяем так ну и собралось все целиком если бы не собралось мы бы использовали флип для двух последних пар так же как в методе для начинающих ну а теперь давайте вниз самый длинный центр он должен возвышаться над всеми элементами видимо он ну и здесь сейчас узнаем угадал ли я с расположением центров это конечно вряд ли но вдруг значит сюда нужны самые высокие усы креста попробуем такой стоит но штриховка не совпадает поэтому сразу поменяем вот с этой стороны штриховка будет нам еще подсказывать вот так но опять штриховка не совпадает значит с другой стороны так а вот здесь вот по высоте совпадает угу это нам уже намек ну давайте пока сюда куда-нибудь поставим так вот центр развернем пока красиво было так она да и это развернем мы же любим это красиво ну по углам сейчас поймем так это или не так дальше высокие вот высокий мне мне отсюда вот отсюда наверное так но уже видим что с центром совпал но здесь штриховка не совпал если четвертый доставлю и будем уже выдумывать выдумывать ага вот это вроде бы крест но что у нас у нас как минимум как минимум один не совпал может быть и больше по центрам так 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 ну я давайте не буду выдумывать возьму уголок чтобы никто не уволок самый высокий попробую куда-нибудь его пристроить какое здесь самое широкое место конь такое сюда не лезет а никуда он и не пролезет вот огромный уголок вот этот он должен стоять и где-то на самом большом промежутке я подозреваю что вот это ребро должно стоять вот здесь я поменяю так получается вот самые крупные ребро вот это вот это вот это большой поменьше 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 а сейчас соберем первый слой чтобы было все очевидно потом уже поиграем с центрами так это мелковато вот тут стало хорошо а вот эти ребра ну не так стоят при помощи вот такого хитрого пиф-пафа меняем их местами возвращаем этот волокт был да этот дальше вот это наверное отсюда и еще один уголок вот этот видимо отсюда и вот мы собрали первый слой который потолще ну и теперь нужно подогнать его к центру так вот эти совпали а нет не совпали сейчас вот вот два по высоте совпали два нет их попробуем местами поменять при этом ребра у нас не должны пострадать надеюсь да если я все правильно помню вот этот нужно только развернуть давайте сразу это сделаем красиво все стояло так так а вот эти два центра будем менять местами вот этот и вот этот поднимаем разворачиваем возвращаем как побезопаснее или нет подниму вот так вот разверну верну поменьше ломать ну и смотрим хорошо 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 замечательно первый слой и все центры я расставил как положено да вот даже не смотря на исходное положение это получилось сделать в последующих сборках можно конечно собирать и в туэлом но тут уже как пойдет главное не собирать ромашками потому что центры потом развернуться так ну давайте ребра это куда сюда поставим так второй слой так вот это не идет а это вообще верхний слой вот это сюда дальше сюда ну вот это крупная справа налево справа налево два слоя готовы ну здесь у нас стандартный ойл ойл давайте на всякий случай я сделаю его в два этапа ну ладно рыбку то мы узнали потом обсудим паритеты а что их обсуждать то он у нас и есть паритет ойл я его даже не заметил потому что эти не сильно выступают ойл паритет и хочется взять как на обычном 4 на 4 сделать вот этот нехитрый алгоритм который развернет нам ребро ну вот эти все четыре но мы помним что такой алгоритм разворачивает еще и боковой центр а этого нам не нужно поэтому мы сделаем алгоритм вот такой так так же три раза там раз обратно два обратно три обратно туда обратно и вот так ну и развернется только средняя часть а крайне не развернуться это вот особенность ну каких-то шейфмодов 4 на 4 а мержблокс это все-таки шейфмод 4 на 4 давайте так и сделаем надеюсь не ошибусь средний слой развернули перехват средний слой разворачиваем разворачиваем средний слой разворачиваем средний назад левый средний назад правый средний назад вперед назад еще раз назад ну и Ну и паритет решен. Все хорошо. Смотрим на боковые. С ними тоже все замечательно. Дальше. Посмотрим, что с ребрами. С ребрами. А, но здесь же нам важно направление полосочек. Поэтому давайте не так. Так. Возьмем ребро, которое стоит на своем месте и совпадает со штриховкой с центром. А остальные переставим. Как бы вас переставить, друзья? А наше пиловый паритет возможен. И похоже, это он и есть, да? То, что два вот этих стоят на местах, а вот эти два нет. Да, это пиловый паритет. То есть мы сейчас углы-то расставить сможем, но ребра нет. Поэтому давайте пиловый паритет сразу решать. Давайте на белом. Вот такой вот. Вроде не должен. Но есть другой. Такой вот. R2-U2. 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 Вот такой есть еще алгоритм. Он точно не разворачивает боковые центры. Давайте сначала попробуем классический. Я что-то сейчас вспомнить не могу, а развернет он боковой центр или нет. Да, он точно развернет. Поэтому давайте сразу хороший. Безопасный. Внутренний слой. Р2-U2. Потом R-U2. R2-U2. И повторяем. R2-U2. R-U2. R2. Ну, U2 можно не докручивать. Здесь поменялись какие-то два ребра местами. И теперь уже три стоят не на местах. Их можно спокойно переставить. Для этого, ну, против часовой стрелки я рыбкой использую. Вот так. Ага. У нас еще уголки развернулись. Ну, что ж с ними поделать-то? А их мы можем ориентировать сразу. Ну, тут, кстати, надо будет еще подумать, как лучше здесь справляться. Ну, и сюда можно развернуть. Давайте мы развернем уголки. И потом уже будем думать, как лучше. Просто пиф-пафами. Один. Так, стоять. Второй. Ну, и... Третий. Так, все развернуто. Ребра на местах. Осталось поставить углы. Прикет уже быть не должно. Но четыре угла стоять не на местах. Так, безопасным А1 сейчас один поставим. Так. Вот, стал на место. А я, наверное, и ошибся. Почему ошибся я? Ну, потому что у нас опять пиво паритет. Угол на месте, угол на месте, два угла не на месте. Такое бывает вот при паритете. Одинаковых элементов у нас нет. Углов ребер. А значит, варианта два. Это либо центр поворачивается на 90 градусов. Да, и что-то потом меняется. Либо я просмотрел на этапе с ребрами про паритет. Нет. Но если мы неправильно ориентировали вот эти, то получается был бы разворот на 180 градусов. Но мы могли вот эти два элемента поставить не так. То есть вот этот с этим. И тогда, привет, паритет. Да, вот такая перестановка. Они же на вид одинаковые, эти центры. И могли поменяться. А это интереснее становится. Ну, либо сейчас я сделаю формулу для паритета, и все решится. Так. Так. R2, U2. R, U2. R2, U2. R2, U2. R, U2. R, U2. U2. Так. Что я сделал? Я поменял два ребра местами. Теперь я сделаю T-Perm. Так. И. И. Так, все так просто. Ага. Ну, все просто, конечно, настолько, но центр на 90 градусов повернулся. Значит, вроде бы я их собрал, но не до конца. И чтобы это исправить, вероятно, нужно поменять вот эти два. Ну, прямо сейчас я это делать уже не буду, потому что это что-то разрушит. Но смысл как раз в этом. Нам придется сделать по грязному копье, порушится очень много. Ну, это решаемо. То есть, в данном случае, ну, если не прав, напишите в комментарии. Собираю первый раз. То есть, его нужно повернуть. Если мы его поворачиваем, у нас получается паритет. А паритет нам не нужен. А значит, нам нужно вот какие-то, ну, либо эти два, либо вот эти два места им поменять, потому что они на вид одинаковые. И тогда паритет уйдет. Я потом попробую, но уже не на камеру, чтобы не растягивайте так уже длинное видео. В общем, мершблок с 4х4 оказался гораздо интереснее, чем обычно 4х4. Стоит вроде бы адекватно, не помню сколько, но я купил не задумываясь. Вращается нормально, прилично. Смотрится достойно. И вообще, хорошая головоломка. Есть над чем подумать. Хоть это обычный шипмод 4х4. Но вот эти одинаковые центры, видимо, добавляют интереса. Ну, либо я где-то ошибся, напишите в комментариях. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.